Далее расскажем обо всем подробно. Главной темой, прошедшую в пятницу заседание Городской думы, стало обращение губернатора по поводу изменения оснований установления большего, чем регионального предельного индекса на рост тарифов. Принять это решение требовалось для того, чтобы иметь возможность заключить концессионное соглашение в отношении Горводоканала. Детали и сама вероятность концессии на стадии обсуждения. Подробности далее. С июля этого года в Сарове действует утвержденный губернатором повышенный предельный индекс роста тарифов в 6,5%. Предельный индекс – это максимальный шаг роста общей суммы в платежках. В Сарове он выше регионального за счет большего увеличения тарифа на водоотведение. Компания «Рир Саров», выступающая с частной концессионной инициативой, обратилась в администрацию с просьбой предусмотреть возможность корректировки тарифов в рамках существующего предельного индекса в случае положительного решения о концессии Горводоканала. Представитель потенциального концессионера рассказал, что из фонда содействия реформированию ЖКХ будут привлечены средства. 205 миллионов будут направлены на инвестиционную программу. Тем самым нам удалось избежать повышения предельного роста в 20-е далее годы. В 20-м году 3,8% платы граждан запланирована с финансовой модели. Со следующего года, в 21-й год, плюс 2% на концессионные, которые так называемые губернаторские пределы, то есть там 5,9% получается. Администрация вынесла проект на рассмотрение депутатов. Перед заседанием Думы в пятницу фракция депутатов от «Единой России» обсудила вопрос и рекомендовала принять положительное решение. На заседании Думы присутствовало 23 депутата. Нет, но за то, что в целом принять прошу голосовать. На 17 за. Кто против? Один против. Кто выдержался? Четыре выдержались. Четыре плюс один плюс 18, 23. Решение принято. Конечное решение по корректировке тарифа будет принимать РСТ и губернатор. Если предложение одобрят, тариф на холодное водоснабжение в этом году вырастет примерно на 4 рубля за куб и на водоотведение уменьшится на 2,5 рубля. То есть итоговая сумма в платежке не изменится. В случае одобрения губернатором решение вступит в силу только при заключении соглашения о концессии Горводоканала. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Подарить один цветок вместо большого букета. Акция «Дети вместо цветов» набирает популярность в Сарое. С каждым годом к ней присоединяется все больше учителей, школьников и родителей. Что движет участниками этой акции и почему педагоги готовы отказаться от шикарных букетов на 1 сентября, выясняла наша съемочная группа. Акцию «Дети вместо цветов» 5 лет назад придумала педагога одного из московских лицеев Ася Штейн. От всего класса учителю дарят один красивый букет, а сэкономленные на других цветах деньги отправляются на благотворительность. Инициативу подхватили школы по всей стране. Наш город не исключение. В этом году второй Б-класс 14-й школы решил поучаствовать в акции. Мы считаем, что каждому ребенку в новом учебном году, новый учебный год, хочется начать не только с хорошим настроением, с новыми силами, но, конечно же, с новыми канцелярскими принадлежностями, которые бы подняли ему настроение. Особенно это хочется детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации или детям, которые оказались без попечения родителей. Праздничное настроение от отсутствия огромного количества букетов у учителей не пропадет. Наоборот, радости еще больше. Помощь нуждающимся детям гораздо важнее. Акция помогает сплотиться преподавателю, школьникам и их родителям ради доброго дела. Маленькая Софья вместе с одноклассниками подбирает цветы для букета учителю особенно старательно. Ирина Владимировна очень любит герберы. Мы с родителями купим большой букет этих цветов. Для многих детей акция – первый опыт благотворительности. Родители считают, что участие в таких инициативах духовно обогащает ребенка, воспитывает чувство сострадания и милосердия. Вместо этих денег, которые уйдут на букеты, помочь детям-сиротам, которые остались без мамы и папы. Радость, что им помогают другие люди. На средства, которые соберут второклассники, их родители купят канцелярские товары для детей с Центра социальной помощи «Теплый дом». Учащиеся 14-й школы призывают всех саровчан присоединиться к акции «Дети вместо цветов», потому что делать добрые дела не только просто, но и приятно. Саров необычно отметит День знаний. 2 сентября с 12 часов в парке культуры и отдыха имени Зернова начнется большой эксперимент. Саров приедет в Нижегородский музей занимательных наук к варке. Каждый гость праздника сможет стать участником мастер-классов, умных и развлекательных программ, сделать фотографию с редким ракурсом и открыть для себя неизведанные ранние лабиринты в мире науки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Учителя освободят от бумажной волокиты. С таким заявлением на общероссийском родительском собрании выступила министр просвещения Ольга Васильевна. По словам чиновницы, преподаватели будут оформлять только 4 документа. План учителя, тематический календарный план, журнал и дневник. Ольга Васильева признала, что учителя перегружены бумажной работой и привела в пример самые абсурдные случаи. Так, в одной из школ преподаватели должны были предоставлять данные о количестве сосулек на крыше с фотографиями. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Многодетным семьям из Дивеевского района требуется помощь в приобретении строительных материалов для дома. Кроме того, на складе заканчиваются детские и взрослые памперсы, впитывающие пеленки, молочная смесь для детского питания, ходунки для взрослых и инвалидные коляски. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 и в субботу с 9 до 12 часов. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов приглашает саровчан этих двух категорий принять участие в фотоконкурсе. Он пройдет по 10 номинациям, среди которых «Красота третьего возраста», «Я путешественник», «Портрет» и другие. Работы будут принимать до 15 сентября в 20 кабинете центра. Он работает по адресу улица Шверника, дом 11. В молодежном центре прошел день открытых дверей. Для гостей вечера подготовили интерактивную программу с презентацией объединений. Дети и их родители узнали о программах, секциях, студиях и клубах, которые будут работать в новом учебном году. Пообщались с педагогами. Подробнее в следующем репортаже. Около 20 секций студии и объединений будут в новом году работать на базе молодежного центра. Дети разного возраста смогут найти себе занятия по интересам, развить физические навыки и художественные способности. К тому же молодежный центр много внимания уделяет работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. И предлагает им разные направления адаптивной физкультуры и не только. В этом году открывают новое направление вокальной студии. Это песни без границ, где ребята с ограниченными возможностями здоровья могут себя попробовать. Для таких же ребят будет объявлен набор в новую студию, театр равных, где тоже можно попробовать не только уже вокальные данные своей способности, но и попробовать себя на сцене, раскрепоститься, найти новых друзей. Свою нишу в молодежном центре найдут и спортсмены. Заняться можно плаванием, теннисом или бадминтоном. Открыты курсы для школьников. Дети с помощью опытных педагогов смогут подтянуть свои знания по физике, математике и английскому языку. Работает центр с малышами от 4 лет. В этом году дополнительно у нас будут открыты группы занятий с психологом, занятий путешествия, как мы их называем. Они будут направлены на социализацию дошкольников, развитие их жизненных навыков. Уже второй год подряд в молодежном центре работает студия журналистики. Здесь ребят учат четко и ясно выражать свои мысли, находить подход к собеседнику, задавать правильные вопросы и искать на них ответы. Валерия Драчева долго выбирала, на какие занятия ей пойти и наконец решила попробовать себя в журналистике. Меня всегда привлекала работа журналиста, потому что эти люди находятся в гуще событий. Они всегда узнают новости первыми и знают, что именно происходит в мире. Воспитанники студии журналистики под руководством сотрудников канала «16» будут принимать участие в съемках нового сезона проекта «Наше время». Самые активные ребята будут вести собственные рубрики и поднимать важные и актуальные для каждого подростка вопросы. Подробнее узнать о студии журналистики и других объединениях молодежного центра можно по телефону 99-118. «Нуклеор Китс» ежегодно реализует департамент коммуникации Госкорпорации «Росатом». Проект развивается, расширяя географические и художественные горизонты. Всего за три недели под руководством профессионалов дети из городов Атомной Торосли создают новый уникальный музыкальный спектакль, с которым творческая группа гастролирует по российским городам и за рубежом. «Нуклеор Китс» – это семья, уверенно заявляет воспитанник детской школы искусства Максим Хлапов. В спектакле «Чучело» международного детского творческого проекта «Нуклеор Китс-2019» в этом году он сыграл главную роль. «Играть главную роль – это очень большая ответственность, потому что фактически ты держишь на себе весь спектакль. То есть ты можешь просадить некоторые сцены, которые у тебя, например, сольные или которые там вдвоем, например, на «Сане Зайце» был. Я очень боялся за то, что я могу просто снизить какой-то некоторый заряд самого спектакля, который ощущается на массовых сценах или на песнях, или на танцах». Спектакли ребята готовили три недели. Артисты записали песни, поставили танцы и выучили роли. Работали с участниками опытные педагоги со всего мира. Репетиции проходили в очень бешеной скорости, потому что буквально где-то часов в 7-8 мы вставали, в 9 нам нужно было быть в театре. Ну, плюс-минус. Потом мы уезжали на обед, после обеда сразу опять в театр, в репетиционный зал наш. И где-то в 7-8 вечера мы возвращались обратно на базу, и там мы еще доставили танцы и песни. Премьера спектакля «Чучело» прошла в Венгрии. Затем участники проекта поехали в Сосновый Бор, оттуда отправились в Москву. Завершился проект показом в Санкт-Петербурге. В Москве, в Санкт-Петербурге у нас были полные залы. Это очень радовало и насыщало какой-то энергией. В планах Максима поступить в Российский университет театрального искусства «ГИТИС» на факультет эстрадного вокала, а после отправиться на «Нуклея КИЦ-2020» в качестве волонтера. Проект «Дворовая площадка» в нашем городе существует более 10 лет. В нем принимают участие ребята, которые посещают клубы по месту жительства. На протяжении всего лета дети принимали активное участие в интерактивных программах, спартакиадах и викторинах. На заключительной встрече подвели итоги работы в этом сезоне, а самые активные участники получили награду. В фестивале приняло участие пять команд. Всем им предстояло пройти несколько испытаний, нарисовать страшных монстров на листе бумаги и разукрасить их цветными карандашами, пройти лабиринт, принять участие в веселых стартах и познакомиться с проектом «Театр во дворе». Сегодня у нас представлена наша станция в виде театра к спромтам. То есть ребята придут, разберут роли, наденут маски, попробуют воплотиться в тех персонажей, которым предстоит сыграть. Силу и ловкость ребята демонстрировали в спортивных соревнованиях. Чтобы было весело, организаторы придумали особую форму состязаний – игру «Снайпер». Командам из шести человек нужно было проявить всю свою меткость, чтобы первыми выбить противников мячом. Мне понравилась больше всего игра «Снайпер», потому что там можно побегать, попрыгать и вышибать людей. Мне больше всего понравилось переходить лабиринт, потому что ты переходишь, поднимаешь ноги, ну это прикольно, мне нравится. Понравилось все, я на дворовой площадке «Молодежка» от восхода, и здесь вообще мне все площадки понравились, тем более «Снайпер». Мы снайпери, наша площадка мы выиграли дважды. Самых активных ребят Центра внешкольной работы наградили диплом «Мей сладкими подарками». Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел товарищеский матч с командой юных хоккеистов спортивной школы. Турнир приурочили к 70-летнему юбилею с одни испытания РДС-1. Подобные соревнования помогают настроиться к новому сезону, проверить сыганность игроков и разработать тактику перед грядущим чемпионатом области. Испытание первой советской атомной бомбы РДС-1 стало важным событием для мировой истории, и особенно истории нашего города. В честь него снимают фильмы, пишут книги и проводят спортивные соревнования. Воспитанники «Дюж Саров» и хоккейного клуба «Саров Инвест» не остались в стороне и провели товарищеский матч. Решили провести встречу, посвященную дню создания первой водородной бомбы на территории СССР тогда еще, а теперь уже на территории Российской Федерации. Именно поэтому решили собрать саровских зрителей, чтобы показать хоккей, чтобы все насладились этой игрой замечательной, которая, наверное, одна из самых лучших и хорошо развивающихся у нас в стране. Уже на первых минутах игры «Саров Инвест» забросил шайбу и находился вблизи ворот соперника. Но энергия и желание превзойти игроков старшей лиги сделали свое дело. Ответные броски от юных хоккеистов «Сарова» не заставили себя ждать. К началу второго периода счет сравнялся. Сейчас хоккеисты усердно тренируются, чтобы в новом сезоне принести в копилку своих команд новые победы. Тренер «Сарова» считает, что товарищеский матч поможет юным хоккеистам войти в игровой режим. Игра дружеская, товарищеская. Мы готовимся к сезону, поэтому особых задач нет. Смотрим ребят, подбираем звенья пятерки. К концу второго периода «Саров Инвест» вновь начал набирать обороты. Счет на табло к середине встречи 6-4. На протяжении всего матча сохранялась интрига. Кто же победит? Разрыв между соперниками был минимальный. Но опыт и сплоченность сыграли решающую роль. Счет говорит сам за себя. Там все-таки молодежь. Немного не хватает им опыта. У них все впереди. Тем не менее, молодежь умела забросить нам 4 шайбы. Это замечательно. Встреча закончилась со счетом 8-5 в пользу хоккейного клуба «Саров Инвест». До нового сезона остается пара месяцев. Команда усиленно готовится к предстоящим играм. Взрослые игроки к высшей лиге области, а воспитанники Саровской школы к чемпионату России среди юношей. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин